Господа, дамы, с вами Сэр Траглодит и мы играем героев третьих, ТВП, Траглодит против человека, шаблон Clash of Dragons 200%, мой верный оппонент Триландер и третья заключительная серия, если не смотрели первые две, возможно лучше начать с них. В первой части удалось сделать достаточно быстрый старт, топ подарила нам и Гидр и Виверн на первой же неделе. Во второй части присоединили новый замок, обогатились артефактами, прокачались и самое главное вырвались в сокровищницу. Где тут же положили взгляд на шапку верховного мага, которая дарует обладателю возможность колдовать заклинания пятого уровня, даже не зная их. А это полет, дверь измерений, взрыв и прочее, прочее, прочее. Одна незадача охраняет все чудесный артефакт орда джинов. Под сотню джинов я побоялся и вот Десса спустя некоторое время приходит, чтобы взять свое с полной маной и усиленной армией. Приятно, конечно, что я говорю, просыпаться в обнимку с 17 тысячами рублей. Вот и тремя плюсами и одним плюсом по магии. Ну, видимо, Бройхель все достиг предела своего развития, пора возвращаться домой. Поменять сейчас что-нибудь можно будет, в принципе, да. То есть по выгодным ценам, скорее всего, даже выгоднее, чем у нас. Угу, давайте немножко серы. Так, бессмысленные заклинания. Еще одна утопия. Угу, это приятно, это полезно. Так, 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 вторичные товарищи ходят туда-сюда. Ну, пусть до мельнички сходят. Скорее всего, это уже не так важно, но нет у меня пока никакой уверенности в этом, если честно. Что все уже схвачено и хорошо, поэтому продолжаю крохоборствовать. Ага, Рион, ну да, что-то ты, друг мой, что-то ты, мой друг, как-то не очень доскачешь, похоже. Ну, ничего страшного. Так, совершенно невероятное количество, конечно, стоят эти конюшни, дерево, да. То есть там, видимо, по бревну каждого скакуна, но а что, что... Ага, и бараки я же не построил, черт побери. Ну, построим тогда гидюмами. Отлично. Вот. Могли бы еще больше разогнаться, но не судьба, не судьба. Угу. Так, всех самых злых взяли. И помним, что у нашего Риона тоже есть армия. Вот, Рион, давай как-то это уже. Подскакивай, честное слово. Так, побаиваюсь, если честно, я до сих пор этих ребят. Или, может, не побаиваться уже. Очень хочется их массовым замедлением побеждать, но вдруг там реально, я не знаю, ну, совсем уж какое-то неприличное количество джиннов. Ну, вдруг. И чего мне будет делать с ними? Поэтому немножко побаиваюсь, если честно. Вот. Или уже подзабить, да напасть, не знаю. Вон какие у нас характеристики сильные, большие. Так, да, зомби будешь. Вот, Рион будешь с зомбями ходить. Короче, все. Вот теперь твое новое эмплуа. И вон еще светить, зеркальцем в телескоп смотреть. Вот. По-моему, неплохой такой эммагод. Угу. Или сюда уже прорваться. И тут вот замок недалеко, плюс два ко всему. Или... Нет, уж давайте, наверное, вас поубиваем немножечко. Ну, 40 штук и верн тоже хотят. Так. Угу. Угу. Твилков, конечно, маловато. 70 штук, второй уровень. Надо было бы, чтобы их было 150. Но вот как-то, видите, не уродились. Угу. Наверное, не бой... Ничего себе! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я, честно говоря, был уверен, что такое же количество, ну, виверн, да, как минотавров. Но они просто их там разорвут и уничтожат, сомнут. Тем более с нашими характеристиками. А оказалось, что нет. Вот. И, если честно, мы вот едва-едва не потеряли наш летающего друга, не побоюсь этого слова. Ну, ладно. 2100 опыта. И здесь еще опыт. Отлично. Ииии... Дааа. Где моя магия земли? Вот где она? Вот где она? Вот черт побери, а? Когда она так нужна? Ладно, не страшно. Ладно, не страшно. Наверное, судьба уже идти на джинов без магии земли. Потому что, ну да, может быть, мы там, конечно, потеряем всю армию, но мы получим полет. С полета можно проделать совершенно невероятные вещи, которые просто невиданное развитие нам дадут. Уже, как бы, исход первого месяца, да, на дворе. Самое время накачивать банки максимально сильно. Ну, собственно, этим и занимаемся. Угу. Так, так, так. Давай, наверное, помогай сюда. Угу. Конец, наверное. Че? Че тут думать-то? О стройке еще возвестим? Да, конечно. Когда-нибудь мы обязательно построим здесь капитолий. Ну, пока, конец хода. Нагруженный чужим добром и сокровищно возвращается Брохель. Говорится, все, что мог взять бесчестного поединка, то он и взял. Ну, и заодно вот с пепла поднимаем золотые слитки. Хорошо нам с землей, конечно, повезло. Брон к мельнику наведался. И, ну, конечно, естественно, он ходит с кентавром по болотам топим. Надо было брать гнола, было бы побыстрее. Сейчас, дракон тебе. Ах, не подвезет, потому что 8 героев только можно, к сожалению. Вот выгнать так особо никого нельзя. Но сейчас, может, Валеска что-нибудь найдет интересное. Так, так, так. Кстати, артефакты тут хорошие. А, и вот замок. Эх, вот была бы у тебя книжка, Валеска. В принципе, можно было бы с мошкой-то и победить грифонов-то. Да, но, увы, увы, в чистом вопале так не получится. Это одна из причин, почему вторичным героям лучше давать себя чуть-чуть больше, чем вы хотели бы им дать. То есть, кроме одной мошки, ну, дайте им что-то еще. И сразу они запоют. Эх, ну, ничего страшного. Так, розик торговцы подался. Деса. Утопию хочу, но больше всего я хочу... Ну, конечно, титанов тоже, там, ради кольца серы. Джинов уже, видите, больше 100. То есть, было до 100, они приросли немножко. И теперь их стало от 100 до 150. 149. И это печаль. Видите, проблема с мотчастью. Я не знаю, насколько они растут. Черт возьми, надо было посмотреть. Ну, вот, не знаю. Поэтому там, в принципе, может быть и, не знаю, 120, 150. В общем, давайте сначала выполним наш квест по нахождению магии земли третьего уровня. Возможно, я об этом крепко пожалею. Но, вот, пока так. Атакуем любимых коняшек всех девочек, всех возрастов. Вот, кстати, молодцы, ну, эти ящуры прям... Да. Ящуры прям умнички, хорошо себя показывают. Несмотря на то, что, ну, как бы, второй уровень стреляют. Вот, они, вот, единороги прям вот с удовольствием идут в бой. Смотрите-ка, а, то есть, не боятся там ни гидр, ни визерна, там вообще никого. Вот, ну, что, надо бить, они бьют. Неприятно, неприятно. Угу. Давайте сюда. Хорошо. Можка докусывай. Так, ну и замедленные эти товарищи. Сейчас они к нам подойдут. Мы выстрелим. Угу. Гидра. Десять гидр, кстати говоря, да? То есть, тоже взяли, накопили, накопили. Ага. Че они, по идее, не дойдут, наверное, до нас? Давай, гидра, делай. Оп. Отлично. Каждый взял гидра. И магия воздуха. Полезнейшая вещь, но... Не то, что я хочу, и третий уровень всего. Ну, в принципе, то, что туда-сюда неплохо. Угу. Угу. Сколько еще нужно мне сделать шагов до того, чтобы сделать, все-таки, выучить магию земли злосчастой. Можно будет всех замедлять. Хотя, возможно, я... Не знаю, на самом деле. Не перестраховываюсь ли я чересчурно. Потому что, ну, а че, надо было бы этих уже убивать и прыгать в дверь измерения, куда попало. Ну, такие мысли. Калх, давай сюда. Ага. Так, Рион. Ну, да, у тебя 50 зомби. С барского плеча полученных. Ты, пожалуйста, как-то это их осваивай. Да. Угу. Продолжаем отстройку. Вдруг тут какие-то еще нам заклинания. Ну, понятно, что мы хотим городской портал очень-очень сильно. Капитолий тоже самое время. Да, здесь, конечно, ничего принципиально никогда не будут строить. Вообще, обиделся на тот замок, на его жителей. Вот, чертовы коррупционеры. Ага. Розик. Все хорошо. Да и... Ну, это, конечно, да. Тяжело нагруженный идет. Прямо замечательный. К сожалению, нельзя у Рохельда продать все его свитки. Вот, потому что торговцы артефактами только городские. Когда они в городе построены, можно продать. А когда они деревенские, в чистом вопле, то, к сожалению, нет. Свитки не продашь. А так они, по-моему, стоят каждый там по паре тысяч рублей. Что замечательно. Хотя в деньгах у нас, конечно, сейчас нет особых недостатков. Вот, ресурсы тратим, но очень сильно на все эти башни. Вот. А в деньгах, в принципе, нет у нас проблем. Ага. Вот, артефакты тоже тут, он замечательный. Да, то есть там вон плюс пять к нападению. Пандора какая-то, всякие такие полезные, приятные мелочи. Угу. Здесь чего? Ну, развивать не знаю пока, если честно. Стоит ли, имеет ли вообще смысл. Мне кажется, сейчас я возьму эту шапку Верховного Товарища и жизнь прям приобретет совсем другие краски. Вот. Артефактов как-то, ну, бедновато, если честно. Ну, как? Ну, вот, смотрите, там плюс два, плюс два, плюс два. И как бы все. Ладно. Так. Давайте, наверное, на Гаргон. То есть, все-таки они менее динамичные, чем джины. Их поменьше, да. От 86 до сотки. Хотя тоже могло бы быть, если честно, там, не знаю, 50. Ну, вот так получилось. Ну, и они медленные, ребята жирные. Поэтому я очень надеюсь их и гидрами покусать. Да, и позамедлять. И пострелять по ним тоже в волю. Вот. Ну, и опыта с них будет сколько? Мне даже стыдно посчитать, сколько это много опыта будет. Вот. И... Бить, не бить? Да вот не знаю. Там достаточно высокая вероятность того, что они сделают очень неприятную штуку. Этот глаз, да, который... Взор. Взор убивательный. Вот это будет неприятно. Ну, просто если сейчас гидры вот не смогут их докусать, они могут кусить гидр, и гидра может склеиться. Это будет прям вообще неприкольно. Вот. Давайте, наверное, вот так. Если что-то немножко подускорим. 7. Эх. Нет, нам везет. Все в порядке. Вот. Форму-ка... Не помню, по-моему, у каждого бычка есть шанс сделать вот такую вот штуку с 10% вероятности. Вот. Угу. Соответственно, вот 4 бычка, там вероятность побольше. Ну, конечно, не 40. Какая-то другая. Ну, видимо, 1 минус 0,9 в четвертой степени. Так, так, так. Ну, так я быстро не посчитаю. Угу. 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 Ну, видимо, гнолов придется отдавать на заклание бычкам, да. То есть, казалось бы, наоборот, кельцы их приносят в жертву обычно. А вот у нас все хорошо, все демократично. И, эх, захотели этих тоже жертву принести. Неприятно. Гидры побежали. Всегда испытываю такое дополнительное удовольствие кусаючи гидрами, потому что, ну, видите, тут сразу как бы, сразу двоих, вдвое больше урона. Прям мойка классно. Давайте, наверное, загородим вот так. Угу. Ам. О! Вот, другое дело. Одинственное, там можно кусать уже чуть-чуть, не страшно. Эх. Верно потеряли просто так. Ничего страшного. Угу. Добегаю я или нет? Давай, наверное, вот так сделаем. Розик, да. Почувствую себя королем. Ну, это, конечно, верни. Вот. Ну, чтобы там мана, если что, мог я восстанавливать. Хотя и так, конечно, много. Но чувствую себя удобнее, как бы, закутавшись в пласть из драконьих крыльев. Чуть-чуть не дохожу, ничего страшного. Так, Калх, товарищ мой. Ну, пособирай свитки. Не знаю. Замедление, вызов корабля. Тут еще гномики. Это, между прочим. Да. Ага. Денюшки туда, сюда. Ну, в принципе, так. Более-менее. Денег, кстати, что-то много. Надо, наверное, строить. Индустриализацию проводить. Давайте здесь бараки воткнем. Ну, менять пока деньги я не готов. Вдруг нам попадется какое-нибудь там, что-нибудь очень дорогое и хорошее. Поэтому вот пока по чуть-чуть. Угу. 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 А, да, это выгоним вас. Вот, чтобы разгон был дракона. И все. Шестой день. Первый месяц на исходе. На самом деле, пора уже выливаться к противнику. Ну, видите, карта XL. И мы еще не получили полета. Поэтому, наверное, это оправдано. Вот. Ну, очень надеюсь, что это будет последний нормальный ход. А после этого начнется трэш, угар и беспредел, которых я обещал, о которых говорил ранее. Бронит, наверное, давай-казал лезь сюда, глубоко в таверну. И это позволит дракону стать охотником на виверн. Вот. Ловцом, конечно, не таким великим, как Валеска. Но, что делать? Как раз к седьмому дню прискачем. Валеска, между тем, вот, пытается найти объекты для излова здесь на землях пепла. Вот. Ножки греет. Пользовательные процедуры кисловодские получает. Собираем десятый, или там уже какой десятый, десятитысячный свиток с чем-то бесполезным. Продать его, к сожалению, пока никуда не можем. Вот. Так, так, так. Денег, конечно, не до неприличия много. Вот. Прям до неприличия. Угу. Брохель, давай, отойди. Розик. Чего? Ну, что, наверное, надо это. Отдать все свитки. Вот. Потом, чтобы все были в одном месте, например, у Дессы. Потому что она чаще всего, он, точнее, чаще всего на острие атаки может прийти куда-то в место, где эти свитки, собственно, пригодятся, да. Вот там по 2 рубля, по 2 рубля за штуку. Ну, и, надеюсь, у нас неограниченное число артефаксов, которые можно хранить в рюкзачке. Вот. На это надеюсь, надеюсь. Ну, или потом отдам их куда-нибудь. Калх. Угу. Ну, да. Действует по линии партии. Все хорошо. Готовится, так сказать, помогать. Угу. Розик. Так, так, давай сюда, наверное, постой, да. Будешь, если что, помогать. Ну, и Десса. Что, держи. Держи, как говорится, все. Сейчас будем воевать с джинами. Вот. Кстати, надо посмотреть, не зря ли мы это все носим в рюкзачке. Не зря. Вот, пожалуйста, замедления у нас нет. Было бы забавно, конечно, сейчас напасть. Да, то есть, сколько мы ждали эту магию земли. Вот. И напали без замедления. Будет, конечно, очень-очень смешно. Не готов я расстаться пока с плащом из драконьих крыльев. Три плюсика у нас есть. Ну, джины, давайте что. Давайте воевать. Вот так будет лучше. 102 джина. Ага. То есть, их было сотенка как раз на прошлой неделе. Так, под сотню. И, видимо, они наросли процентов, вот, наверное, на 10-15. И вот с такими выкрутасами, да, как, как бы, дополнительный ход, это опасно. Это опасно. Я, честно говоря, даже особо не знаю, а кого мне подставлять. Ну, то есть, понятно, гнолов я подставлю, но это будет только разок. Насчет вот гидры, я не уверен. Выдержит ли она удар? Выдержит ли удар 30 джинов? В принципе, у нас броня 12. Да, джин. Ну, все-таки гидры толстенькие. Чок у них там 176 жизни, в принципе, да. С кольцом. Верно побоятся. Верно точно смахнут, прям не заметят. Так, вы, наверное, боитесь, боитесь. Следующий ход. Ну, наверное, сжахнуть, наверное, надо как-нибудь. Да? Гидра, чтобы ударила. И, скорее всего, удар-то она выдержит. Должна хотя бы один, вот. А этих мы убьем укусом. Вот, тем более с блессом, да, то есть благословением. Еще делаем выстрел. И вроде долетает ли, я могу понять, что он не долетает. А, все, мы убили. А-а-а. Да-а-а. Вроде подумал хорошо, все равно просчет оказался. Надо было, конечно, еще отходить, покружить. Но, с другой стороны, да, то есть, что, все равно там уже за нами только Москва. Но вторую гидру я, конечно, не потеряю. Тут и говорить не о чем. Сейчас убьем. Угу. Одну потеряли, ну, упала. Шо ж теперь. Но, в самом деле, мне кажется, сейчас все это мелкие ошибки, особенно в начале, они все совершенно не так важны. Знаете почему? Потому что сейчас вот начнется настоящее, вот как бы, хе-хе-хе. О-хо-хо. Вот это вот самое. И то, что там я потерял там в детстве там 7 василисков, да, в песочнице. Или сейчас там даже гидру, ничего не изменится. Знаете почему? Давай Брунхель так, или Розику. Кто, 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 кто вам больше нравится? Давайте, наверное, е. Ну, я хочу отдать всех медленных существ, желательно. Вот. И чтобы этот товарищ еще мог что-нибудь поделать хорошего. Угу. Брунхель, давай, делай. А, у тебя мана нет все равно. Печаль. Я хотел отдать шапку, чтобы он сколдовал что-нибудь веселое. Вот. Ну, ладно, не важно. Угу. Ну, и Деса сейчас будет заниматься у нас собирательством. Взяла она только мошек. Взял мошек. Ну, а Брунхель пусть идет, развивает нашу вивернскую экономику. А Деса делает вот так. Оп. И все. Это так называемый, я не знаю, техника игры или баг. Сложно сказать. Но я не сражаясь с драконами. Так можно. Мы уточняли. Я взял шапку плюс 6, плюс 6. Ну, как бы, а почему бы нет? Гемоты охраняют противоберсеркный амулет. Честно говоря, не знаю зачем, но окей. Сейчас самое главное это находить вовремя колодцы. Вот. Колодцы, колодцы. Маск, кстати, можно было бы и убить. Вот. Тоже почему бы нет. Хе-хе-хе. Хотя маны, конечно, немножко жалко. Я думаю, мы сейчас что-нибудь разберемся. Угу. А, сколько всего у нас прекрасного, замечательного. Да, Деса, зря она такую кровожадность развела. Ладно, бедных троглодитов. Вот. Но я думаю, сейчас он, сейчас ману я восстановлю. И все будет хорошо. Угу. Так, чисто опьяненный Деса успехом. Шапки плюс 6, плюс 6. Вот, вызывает элементарей в количестве 40 штук. Замечательно. Угу. Так, ударяем. А сейчас, дорогие друзья, мы видим массовую миграцию мошек слева направо. Чем она вызвана, ученые пока до конца не уверены. Возможно, ностальгия по родным болотам. А возможно, мощью и силой таких воинов, как троглодиты. Вот. Угу. Победа. Опыт, конечно, не какущий. Здесь тысяченка, хоть что-то. На самом деле, кровожадность была, наверное, не до конца оправданная, это троглодитская. Но ходить там было особо как бы некуда, да. И следующим ходом, с Десси великий логист, да, полет мы совершенно точно устанавливаем ману. Если где-нибудь не в колодце, то как минимум слева вверху там замок белый, да, который Валеска расследовала. В общем, где-нибудь ману мы точно восстановим. Здесь бояться нечего. Главное сейчас начать выбирать правильные шаги, куда Десси нужно будет бежать, лететь, спешить. Вот. Ну вот пока, видите, один ход, шапка плюс шесть, шесть сразу, да, то есть характеристики удвоились практически за все старания предыдущих лет. Да, здесь, наконец-то, строим конюшни. В принципе, не знаю, ходы кончились, кстати, одновременные. Давненько мы не проверяли, как дела у нашего оппонента Триландера и его виртуальной пассии Киры. Самое время, мне кажется. Честно спросим, в таверне. Ага, количество городов у нее больше, чем у нас. Значит, вероятно, она в такой же сокровищность, как и мы, но еще и замок захватила. Ммм, ну это ерунда на самом деле. А вот сила армии королевства, красный флажок, там увидеть я, конечно, не желал бы. Тревожная информация. Непонятно, там, на одного крестьянина или на одну павшую гидру, или в 15 миллионов раз, не знаю. Но вот факт становится фактом. Характеристики не очень сильные, то есть она явно еще не успела развиться, как мы. Но Титаны, конечно, тоже так внушают некоторый ужас, потому что у нас никого такого уровня нет. То есть 7 плюс, 7 улучшенных нет. Но, в принципе, я думаю, не такая критичная ситуация. То есть, повторюсь, характеристик у нее меньше наших. И мы только-только начали свой беспредел с летаниями и собираниями. Я уверен, что за 2-3 хода мы будем просто в разы-разы-разы сильнее. Ну, а там и взрыв по Титанам, и все. Так что живем. Ну, младший герой, на самом деле, сейчас будет заниматься тем, что будет разведывать темноту и показывать, куда здесь направить ход своих лыж. Но, меж тем, Розик, давайте, допустим, хочет быть полезным. Вот, как-то не очень-то получалось. И пусть, наверное, отнесет юбочку Легиона, ну, например, в родной замок. Понятно, что я сейчас там не особо что-то развиваю. И вообще, я считаю, что там уже мне особо никого не надо будет брать. Но, знаете, может быть, через какой-то долгий период, там, внезапно, нужно будет потратить там тысяч 50-60. А там как раз приплод всех. Вот, и будет приятно дополнить свою армию. Валеска, давай, скачи сюда, смотри туда. Ага, тут уже вон. Кстати, портал. Портал, можно еще себе ангелочку купить. Это приятно. Калх, собирай, собирай. Что делать? Что делать? Угу. Так, давайте посмотрим, что здесь интересного. В принципе, неплохая штука. Неплохая. Но, мне кажется, я себя получше найду. Вот. Что может быть лучше? Маны не очень, конечно, много. Но, ничего страшного. Пу-пу-пу. Ну, надо восстанавливать в конце этого хода. Как бы тут без вопросов. Шесть ман нас осталось. Давайте стырим вот эту штуку замечательную. И эту тоже. И вот сюда забежим. Осьми скелетов. Это приятно. Это хорошо. Да. Это, конечно, прям классно. Угу. Усилимся. И чего? Чего-чего-чего? Угу. Ну, видимо, так вот надо. Да. Сейчас. Что делать-то остается мне? Да. Не видно тут ничего. Вот. Да. Надо будет убегать. Угу. Это все нормально. Это все хорошо. Так. Брокхельд. Сейчас тоже разберемся. Угу. Где? Где Десу? Как бы возрождать? Не забыть, конечно, что это седьмой день. То есть самое время именно сейчас купить. Ну и, наверное, надо вот метить уже в большую сокровищницу. Потому что в той маленькой для нас особо ничего не осталось. Вот. А здесь как бы Деса будет чувствовать себя очень хорошо. Есть у нас этот магия. То есть обязательно мы восстановим. Возьми, наверное, золотой мешок. Ресло легиона. Все хорошо. Угу. Угу. Ну, да. В принципе, что. Деса чувствует себя хорошо. Приятно. Следующий ход начнем как раз с конюшен. С остановленной маны полностью. Ну, в общем, сейчас начнется веселая жизнь. Продолжение. Дракон сиди. Так. Здесь мы все сделали. И вот до сюда мы поскачем. Вот туда. И драконов. Ну, естественно, не будем их уничтожать. Мы их попробуем миром взять. То есть пролететь и тихонько стырить. Вот. Такие у нас вот правила. Дворовые. Все дела. Совершенно бесчестная вещь. Интересно, занимается ли таким Кира. Но мы проговорили с Триландием, что так можно. Вот. Поэтому точно... Я не хочу. Поэтому точно я не выхожу за рамки, скажем так, джентльменского рыцарства. Рохельд молодец. Восемь верн. Умничка. Чародеев. Что-то нет. Чародеев побаиваемся. Рохельд 2.10, конечно. Глуповат, мужичок. Ну, ладно. Че уж. Так, так, так. Какие у нас вообще планы-то на будущее? Что мы хотим? Какая у нас тактика, стратегия? Ну, видимо, дорасти десой до характеристик 30+. Взрыв у нас уже в шляпе. Ну и, собственно, с любой армией победить врага. Наверное, так. Наверное, должно получиться. Все. Конец. Ну и, конечно, не забудем пошпионствовать за соперником. Ох, Кира превращается в Кирозавра. Атака 19. Была меньше 10 в прошлом ходу. Значит, глади усь Титана. Силы заклинания и знания тоже подросли. Короче, налицо взятая утопия. Даром времени не теряет. Не знаю, есть ли у нее доступ к высшей магии полет. Будет ли она делать так же, как мы. В общем, ну да. Тревожно. Новый день. Неделя жуков. Может, померещилась? Не знаю. Нет? Эх, нет. Не померещилась совершенно. Еще и вместо Титанов сказочные драконы. Неприятно. Профель, давай что? Бойся, не бойся. Не знаю. Ага. Вот соточку. Все-таки здесь там везет. Их не 250. Я как бы, да. Забываю, что с крутой армией на самом деле не идет хорошая ни магия, ни атака. Да. Печаль. Сейчас взрывом бы жахнуть и все, говорится, бомбануть. Ну, грамотные, да. Рыцари, пехотинцы, крестоносцы не подходят в радиус атаки гидр. Давайте еще, наверное, подзамедлим. Будем сейчас, наверное, снимать отмашечку. Вот. Ну, видимо, с верхних. А нижние пока до нас еще не дойдут. Вот. Ну, в принципе, наверное, виверны должны приговорить. Оп. Нет, не оп. Так, ангел махнул мечиком на троих. Тоже что-то нет. В общем, да. Атака, на самом деле, в двадцаточку была бы тут весьма кстати. И кончилось замедление. Черт побери. Я подразволновался, видимо, из-за киры. Вот. Ну, не, видимо, видимо, точно. Вот. А здесь еще вот такая вот ошибка. Ага. Ну, что делать-то? Не знаю. Отходить надо. Отходить, стрелять. Гидры. Бежать, не бежать. Не знаю. Опасно. Давайте не бежать, например. А, и подождем. Кстати, отлично. И сейчас делаем кусь. Это было, кстати, хорошо. Это полезно. Думаю, 15. А, ну, сколько взяли, столько и взяли. Ладно, ничего страшного. Угу. А, мы, по-моему, зря это сделали. То есть, нужно сказать, слабость. Это очень здорово, что мы наложили. Но надо было кусать следующим ходом, снимая отмашку. Так. Собрались. Не торопимся. Ну, вот после этой битвы. Собрались и не торопились. Все. Кому-то хватит. Вот. Отлично. Победа. Логистика. Хорошо. Будьте. Мудрость. Не знаю. И смысле, наверное, ее брать. Так. Скелетчиков-то уж точно там не легион. Сможем победить. А так, кстати, уже 5. Отлично. Ага. И сила заклинаний тоже, чтобы подольше ходить. И чуть-чуть не добегаем. Не страшно. Ну, что ж. Давайте. 50 зомби. Вперед. В аккурат. Все получилось. Угу. Хай Касл. Строим тут магию. Будем тут сидеть, если что. Перепрыгивать. Так. 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 Минотошек не победим. У нас одна мошка. О чем как бы речь. И без магии какой-либо. Драконы, скорее всего, храняют что-то отдельное хорошее. Да. То есть там прям много приятных вещей. Тут плюс 2 ко всем характеристикам. Кстати, орб, запрещающий всю магию. Ну, не знаю. Вот как бы только если противник сможет продемонстрировать, что он гораздо сильнее нас в искусстве магии, тогда будем биться с ним только войском. Честно говоря, вряд ли. Мне кажется, у Десы пока гораздо более сильная магическая наклонность. Вот. Ну, какой он. Молодец. И коня-то он оседлал. Все прям замечательно. Угу. Давайте построим четвертый уровень башни. Что там будет. И можно было бы знать, что в конце нам повезло. Там городской портал или что-то еще. Ну, ладно. Ничего страшного. Характеристики у нас посильнее. 21, 14, 16, 16. То есть у Киры, напомню, было там 19, 6. Что-то еще. Вот. Но это не важно. Ну да, там и под десятку. Короче, у нас все пока поинтереснее, посильнее. Но нельзя сбавлять обороты. Это точно. Это совершенно точно. Угу. Ну, я, видите, я в улей хочу. Да. Вот. А без улей, конечно, будет не очень. Или потом прыгнуть уж не знаю. Давайте. А может сейчас найдем кого-нибудь тут хорошего в ящиках Пандоры. 20 тысяч. Неплохо. Продолжаем расти. Ага. Так. Здесь чего? Еще 20 тысяч. Хо-хо-хо-хо-хо. Хе-хе-хе-хе. Ага. Ну и все. Дальше уже как бы труба ходить некуда. Угу. В самом деле, что-то не знаю. Нафига я столько денег накопил. Надо было, наверное, строить хотя бы в родном замке. Даже менять, наверное, золото на ресурсы. Вот так вот. Ага. Ну ничего, ладно, ничего страшного. Скачим, скачим. Все хорошо. Ход, в принципе, 40 тысяч опыта, да. То есть, как бы, совсем не важны становятся потери ошибки юности. Вот здесь давайте сделаем форт. Не знаю, насколько это уже опоздание. Или в самый раз. Посмотрим. Вот. Ну и Деса. Ничего. Спи в шапке уж, конечно. Какие тут могут быть вопросы. Но пока характеристики нас радуют. Характеристики высокие, большие, красивые. Обязательно нужно за мечом сгонять. Вот он плюс 6. А, плюс 5 ко всему. Вот. В общем, да. Угу. Здесь-то ты даже горгон не построил. Так. Да-да-да. Пора снова куда-то вздернуть, мне кажется, на рея нашего министра экономического болотного развития. Ну ладно, посмотрим. Угу. Живем еще один ход. Все хорошо. Надеюсь, что... Ну да, растет. Растет девчонка. Но растет медленнее, чем мы. Это хорошо. Ну, по крайней мере, в части характеристик. Надеюсь, с армией... Ну вот, не знаю. У нее дипломатия. Что делает ее сразу гораздо более симпатичной в глазах всяких разных существ. Ну, не знаю, насколько это круто. Мы их стещит хороший нашли. Гноулов давайте сейчас победим. Ну, то есть, фактически, наша вся армия, она вот у Брохельта сейчас, да? Он как настоящий бро, вот, ходит, собирает всякие полезные штучки. Угу. То гномов убьет, то пехтование выучит. Сейчас пехтование. Скоро будет Новый год, Оливье и пехтование. Вот. В принципе, все здесь мы как бы исследовали, да? Ну, можно было бы, конечно, на утопии походить, но у нас пока не очень сильная армия для этого. То есть, вот нам будут небольшие потери. И непонятно, какие артефакты там выпадут, да? Может, что-то хорошее, а может и не особо. А Одесса, видите, скачет, выбирает, как говорится, что хочет и получает лучшие артефакты, пандорки и прочее. Короче, конечно, столько денег можно было бы с этого получить, но, видите, рынка нет соответствующего ни в одном из наших городов. Выгоним Малькома. Ну, просто надоел он мне, старый дед. Короче, Валерска сказала, что он был предателем и всадила ему болт прямо в лицо. А всем сказала, что он просто сбежал. Такое бывает в нашей армии. Вот, кстати, верны. И тут, и верны, и там. Совершенно точно они к нам присоединятся. Почему? Потому что, если помните формулу, если ваш герой огромный, сильный, страшный, бородатый мужик, диадема, все у него есть, и еще верны в армии, то точно присоединятся. То есть там характеристики, уровень, прочие все вещи. Должно сработать наше обаяние. Вот, у нас тогда будет там гораздо больше виверн. Вот, потому что характеристики характеристиками, но все равно какую-то армию надо с собой иметь. Ага, ну, тоже, видите, хорошо, Триону дали, вот, 50 зомбаков, совершенно, казалось бы, глупая, бессмысленная Пандора. А нет, вот, приносит выгоду, все хорошо. Что там на черном рыночке у нас? В принципе, как и ожидалось, особо ничего, да, меч сейчас мы найдем хороший. Наверное, да, наверное, ничего не надо нам. Делаем, о, сердце-то ёкнуло. Где мой, где мой полет? Давайте, наверное, сюда возьмем все-таки чуть-чуть армию. Вот, ага. Кстати, можно было бы побольше и не пожадничать, на самом деле. Да и сейчас, может, доскачет как-то кто-то. Да нет, уже не доскачет. Ну, ладно, Дес, мне кажется, с этой, с шапкой должно быть все хорошо. Ой, опять ангелочек, все замечательно. Ага, атакуем. Эй, кто же вас считает? Эксперт защита, все классно. Так, так, так. Дракошки, ну, хранят у них какого-то крутого героя. И что? И куда мне его? Никуда. Вот, здесь ради интереса зашел ничего интересного. Тут, ну, видимо, плюс два, плюс два ко всему. Ну, еще парочка хороших штук. Опасно, нельзя, нельзя опускаться рядом с ним. Угу. О, отлично. И вот так. Характеристики уже к тридцаточке идут. Еще пара-тройка ходов. Мы тут все улей почистим. Вархангелов найдем. Ну, в смысле, ангелов потом. Вархангелов как-нибудь преобразуем. И все будет хорошо. И все будет замечательно. Так, ну, давайте чуть-чуть там грифонов хотя бы. Вон, наплодилось уже там 40 лучников. В принципе, могли бы усилять. Надо было раньше экономикой заниматься. Но, видите, были другие жизненные приоритеты. Ничего страшного. Я думаю, так все у нас получится. Получится. Угу. Давайте сюда. Давайте так. Да, бараки сначала, грифоны потом. Давайте книжку хоть посмотрим. Может, здесь будет что-то толковое. Да и конец, наверное. Ага, вырываемся вперед, похоже. Деса, прошлый ход вырос на плюс 5 каждый из характеристик. Или даже больше. А Кира, вот, Кира нет. Конечно, есть вероятность, что она летала за каким-нибудь чудесным существом, чтобы его присоединить. Соответственно, армия выросла. Но этого мы здесь не видим. Поэтому ищем для оптимизма повод хотя бы в характеристиках. Но посмотрим, посмотрим. Очень интересно, чем закончится. Технический момент. А мы, меж тем, как Винни-Пух, незваную в гости к циклопам ломанулись. И выгребли их в медок. Вот. Плюс 6 каждого ресурса. Замечательно. Давайте, наверное, на ангелов попадем. По виверне требуют. Неприятно. Угу. Сейчас мы их замедлим. Вот. Пусть подлетят к нам на отмашечку. Угу. Подождем, подождем. Снимаем отмашку. Наверное, не боимся. Ага. Ну, вот 56 урона. Как раз, как раз под одну виверну. Ну, хорошо. Угу. Ангела наняли здесь. Шампиньоны. Почему как бы нет? Почему, собственно, и нет? Так. Продолжаем летать. Вот стучи опыта. Магия воды. Ну. Ну, что дали? Что дали? Чего уж. А здесь, конечно, была сокровочница. Щит замечательный. Меч классный. Вот. Сейчас еще виверн поубиваем. В смысле, добудем. Супер. Супер. Дверь измерения, по-моему, нельзя допрыгать вот в здание. Да. То есть только на пустое место. Ну, что ж. Ничего страшного. У нас, между прочим, уже до 7 ангелов. Это приятно. Трех победили. Взяли еще. А трех архангелов. Выдали. Хорошо. Замечательно. И дали деда. Вот. Дед у нас, конечно, 30 уровня. Дали ему шапку. Вот. Для красоты. Чтобы был такой настоящий Гэндальф. Колдуй. Заклинание. Или полет. Кстати, меч там мы не взяли. И лети куда-нибудь далеко-далеко. Разведывай. Чего кого. В принципе, конечно, можно было бы наделить его какой-то армией. Но. Побаиваюсь. Побаиваюсь. Пока я. Ну, вот как бы кто не боялся, трепещите. 20 свежих фиверн. И 10 архангелов. Вот так вот. Вот так вот. И впереди еще 3 пандоры. Прям ух. Я ожидаю, что там еще будет кто-то очень-очень крутой. Очень мне нравится такая ситуация. Ну и рост, конечно, прям экспонента идет вверх. Очень-очень-очень-очень резкой. То есть, там начало было нормально. Потом чуть метельшпиль был. Середина игры такая чуть менее темповая. Вот. Ну а здесь, как бы, да. То есть, мы считаем, за 2 хода выросли больше, чем там несколько раз, чем за всю предыдущую игру. Классно. Классно. Ну вот. Главное, чтобы нам сейчас еще дали немножко времени проразвиваться. Посмотреть, что кого. Вот. Давайте тоже замок возьмем. Почему бы нет. Атака у Броны, кстати, уже было 2 еще совсем недавно. Сейчас, пожалуйста. Одиннадцать. Угу. И наш новый замок. Супер. Замок нам нужен зачем? Для статуса. Для красоты. Это понятно. Для отстройки башни. Одно дело, когда в знаниях заклинания. Второе дело, когда в шапке какой-то, да. Как на юсбишке. Вставляешь в голову и все помнишь. Ну а второе, конечно, для потенциального городского портала. Который, наверное, когда-нибудь нам все-таки выпадет. И мы сможем туда редко метнуться и что-нибудь там поделать хорошего. Вот. Пока, наверное, так. Пока, наверное, так. Ну. По-моему, все позитивно и прекрасно. Давайте конец хода. Ух ты. Акира-то растет, растет. Вот как комсомолка в красном берете. И пятилетку в три года делает. Ну, характеристики тоже стали очень такие неприятно большие. У нас, конечно, в полтора раза больше. Но это, по-моему, ход или два назад. То есть, Кира точно занимается тем же самым. Собирает пандоры. И самые лучшие артефакты. Ну, ладно. Посмотрим, как будет дальше. Ух ты. А вот и Кира. Ага. Так. Так, ифритов соточка, единорогов сто восемьдесят. И... Да, остальных не заметил. Там титаны были и, собственно, магические дракончики. Угу. 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 Дверь измерения у нее есть. Да. Интересно, захочет ли она присоединить дракончиков сказочных, которые вот рядом. Надеюсь, что нет. Форд улучшает ифритов. Ну, и Одессы, конечно, у нее не хватит ходов. Она, конечно же, не дойдет. Просто не сможет. Вот. Надо написать что-нибудь ободряющее. Вот. Ну, и, наверное, не решится на нас нападать. Или сейчас, не знаю, собирается там силами. Делает правильные формации. Уж не знаю. В любом случае, мне кажется, у нас там архангелы должны первыми ходить. Денег у нас очень много. В принципе, думаю, сейчас убежим, как бы вернемся. И не с такой армией. Очень обидно будет, конечно, Пандоры. Да. Она нападает. Угу. Ну, вот, собственно, армия. Да. 13. Титана, кстати, все в дико плохом настроении. Шапочку мы не надели со взрывом, поэтому взрыва нет. Жаль. Зато есть вот метеоритный дождик. 1200 урона, между прочим. Да. То есть, можно убить сразу двух этих, кучу этих. Мне кажется, да. Давайте так. Давайте так. Ага. Задействовал только на динорогов. А эти ребята, значит, как-то вот отразили. Не, ну биться смысла нет. Динорогов тогда убили и откупились. За 30 тысяч золота. Тревожный, тревожный, конечно, ход. Кира съела две Пандоры. Третью, видимо, тоже скоро съест. Армия наша, к сожалению, разделена. То есть, одна с Десой часть, а вторая часть с Брохельным. Вот. Там тоже там у нас войска. Много Виверн, Гидр. Как бы там выковырять, уж не знаю. Ну, сейчас подумаем, что-нибудь решим. Ага. Здесь так, здесь вот и так. Хорошо. Ага. Ну, в принципе, тут есть, конечно, тоже места такие, скажем так, необходимые к посещению. Вот. Может быть, с точки зрения артефактов-то и особо нет. Но вот плюс два каждым характеристикам. Ух ты. Удеительное дело. То есть, Гремли нас побеждают, что ли? Непонятно как. Ну, ладно. Давайте, что ли, не знаю, там подрославимся немножко. Это. Повоюем вот таким вот образом. Угу. Ну, как бы отложим основные битвы чуть-чуть на потом. А тем самым помашем клюшкой. Вот. Давай, Тагервудс, налетай. Хотя, конечно, выглядит он не очень. Раскидывает стрелки туда-сюда. Угу. Тяпочкой. Так, сюда. Какая тяпочка, блин? Он едет в декабре на дворе уже практически. Угу. Так. Угу. И давайте делать тюк. Отлично. Победили. Немножко магии и никакого мошенничества. Ага. Здесь тоже вон хорошие штуки типа утопии. Ну, и вопрос как бы где рождаться, да? То есть, наши деси, нашему десу. Давайте, что ли, построим тут, не знаю, еще башню магии или уже бессмысленно. Не знаю, если честно. Рыночек нам нужен абсолютно точно. Вон, чтобы прям менять один к одному. Почти. Деса. Угу. 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 Здесь. Здесь, 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 здесь. Тоже непонятно, как бы на границе это или нет. Пойдет сейчас у нас Кира или нет. Вот, конечно, вопрос. Насколько у нее хорошо все с информацией про наши земли. Давайте строить. Что там у нас? О, вот, вот, надо же. Это же, да, это приятно, конечно. То есть, городской портал, о котором мы грезили, строили там башню за башней. И вот, наконец-то, удалось. Хорошо. Характеристики огромные. И на Киру сразу, конечно, бежать не имеет никакого смысла. Наверное, запортуемся мы в темный замок. Там виверны, помните, были, да? У нас надо их там присоединить будет. Вот эти вот. Да, и там еще монархи. Да присоединятся, конечно. Посмотрите, наш уровень, наши характеристики. Наличие виверн, архангелы, понимаешь, статусный, да? То есть, элемент. В общем, должны присоединиться. Мне кажется, без вопросов. Угу. Давайте сюда. Армию заодно свою соберем. Ну и, как бы, да, у них явно никаких шансов против нас нет. Угу. А вот насчет Киры, конечно, я бы так пока не сказал. То есть, у нее, условно, там, за 200, да, получается, существ шестого уровня, да? А у нас, как бы, вот, как бы, вот только полкиничек. Но, к сожалению, сильно быстро не получится нам набрать никого. Вот. Кавалеры, хотите? Смотрите, с нами дружить не хотят. Ну, ладно. Ничего страшного. Нет, у нас магия сильнее пока, по крайней мере, да? То есть, ну, там, взрыв, этот, плюс 50% еще сфера и листва озера, вот. Ага. Так, так, так. Дракончиков тоже можно было бы посмотреть. Единорожиков. Ага, 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 утопию. Почему бы не взять утопию, между прочим, да? Давайте сюда. Так, кто там? Давайте, наверное, Е вот так сделаем, чтобы кавалериста убило. Не забываем пнять шапочку, чтобы характеристики были под 30 и за 30. Ага, вот, и, пожалуйста, две магии, две книжки магии воды. Как бы, кто с первого раза не поймет, вот, собственно, вторую купит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, да, это странно, это странно. Ну, напомню, что магия воды, да, это книжка от реликтовых артефактов. И вместо этого могут быть там щит плюс 5, да? Или там еще сапоги плюс 2, сандалии святых. Ну, в общем, там полный комплект мог бы быть уже у нас, если бы можно было выбирать. Ну, вот так. К сожалению, у нас, я думаю, совсем немного времени. То есть, мы, скорее всего, еще успеваем вот здесь немножко потусить. Но потом приходит Кира. И что меня пугает больше, это то, что она качается. Вот, 25 этих, ну, конечно. Очень нужный нам элемент. Меня пугает, что Кира качается, скорее всего, быстрее даже, чем мы. К сожалению. Потому что она еще и присоединяет всех подряд. Вот, а мы можем... Ой, жертва, да. Знаем, умеем, не переживайте, да, все в порядке. Последний ход, к сожалению, пришлось прыгануть обратно. Потому что нужно восстановить ману. А, так. Ну, ну, вряд ли уж, что нас добегут, да. Вот. В принципе, у нас характеристики сильнее. Взрыв есть. Гидры против титанов. У нас визерны монархи. Ну, если честно, я пока бы не делал бы ставок ни в какую из сторон. Вот. К тому же, сами понимаете, у нас болотный дух. Все дела. Не боимся неделями. Может, и испугает противника, соперника. Денег все равно, конечно, многовато. После утопии, тем более. Надо было строить бычков. Но сейчас уже, конечно, поздно. Хотя, сколько бы их было бы? Вот сейчас у нас там 4 недели, да, прошло. Ну, лишние было бы там их, не знаю, 20-30 и чего. Наверное, ничего. Наверное, не будем себя корить. Ну, и будем с удивлением и интересом смотреть на нашего соперника. Куда она пойдет. Так, продолжаем подстройку. Все хорошо. Если, как быть, партия затянется. А триландер, в принципе, он, ну, любит так походить, посмотреть, пособираться. Если партия затянется, то у нас, в принципе, неплохой шанс, я бы сказал даже. Есть, конечно, Пандора на Пандоре. Но вот, да, каждая собранная мною Пандора, это собранная Пандора и охрана за счет дипломатии Кирой. Поэтому надо аккуратно. Может, еще вот сюда сбегать все-таки. Еще парочку утопий почистить. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, куда пойдет девушка Кира. Да, мы продолжаем лидировать по характеристикам, но не по армии. Это плохо. Так, вот на дверь измерения плюс 2 ко всем характеристикам. Куда же Кира пойдет дальше? Моя, конечно, ставка, что она пойдет налево, потому что там, скорее всего, тоже артефакты. И Пандоры, и драконы, и прочее, прочее. Неужели не чурается денег? Не может быть. Вот, или наоборот, открывает чуть-чуть кругозор. Да, она открывает кругозор, чтобы прыгнуть уже к нам. Там, видимо, тут как бы не обошлось без какого-то шпионства. Типа, да, предательства или даже картографа. Брон, ну что ж, время пришло твое умирать. 1400 урона! Да, как это вообще? Уф! Да, слушайте, ребята, серьезно. То есть там каждый по 100 урона нанес. Ничего себе. Но Кира сейчас, она в замке, на самом деле. Может быть, сейчас немножко подсобраться, да и ударить, чтобы она не могла убежать, как мы. Черт, там же в башне городской портал. Сохраняем оптимизм, короче. Ага, кто-то Никира появился. Интересно, интересно. интересно, ага, бежит, разведывает, видимо, хотя чего разведывать, я думал картограф, но может быть нет, может просто тогда по логике вещей, она поняла, что если я все там почистил на севере, значит на севере как раз моя территория, кстати, очень, да, хорошее, мне нравится это предположение, вот, ну и верные вассалы Киры сейчас будут, видимо, топтать наши родные клюковки и болотца, ну ладно. Так, 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 ага, Киров в Костелатусе сидит, причем там даже нет в этой дальней замок, а именно форт, ага, как бы намекает, что приходи и захватывай, да, я никуда не убегу, может быть это ловушка, но в принципе я не могу сказать, что у нас совсем уж нету шансов, у нас 10 архангелов против 3 у нее, да, ну конечно там 14 сказочных драконов, но опять же у нас 13 гидр, у нее титаны, и плохая мораль, единорогов, конечно, многовато, но их можно там ослепить, замедлить, не знаю, взорвать в конце концов, сложный момент, конечно, да, ну да, характеристики у нас прям там на добрую десятку выше, должны были бы быть, о, ничего себе, это как, так, 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 это, 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 это типа как, это я, типа, замануха, или это Кость, или это, дескать, ой, я ошибся, нападай на меня, что-то, что-то странное происходит, армии тоже, конечно, немного с моего замка, то есть видите, получается, за 4 недели там наплодилось 26 веселисков, да и только, да, то есть там было бы, не знаю, там тоже столько же бычков, основная сила армии у нас в Вивернах, которых мы нашли, скажем так, на улице, подобрали, да, как котяток, ну, немножко еще гидры, ну и, конечно, архангелы, то есть фактически не так было важно развивать свой родной замок, интересный какой вывод, прям диссертацию можно по героям писать, Виверны здесь, Виверны там, я думаю, они к нам точно присоединятся, и у нас тогда будет их в районе соточки, и вот тогда мы повоюем, вот тогда мы похохочем, как говорил Карлсон, ага, колдуем дверку измерений, так, давайте вот, наверное, сюда, ну, восстановим, почему нет, почему нет, давайте шляпу, сняли шляпу, надели, 30 маны лишними не бывают, так, 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 ничего у нас нет хорошего в артефактах, ну и давайте еще вот эту фигню снимем, так, хотя нет, подожди, мы же уже колдовали, полет нет, а нет, не сколдовали, все, пардоните, это было дверь измерений, колдуем полет, все хорошо, и к Вивернам, давайте к нам, бояться, жаль, а эти ребята, что, или сюда лучше прыгануть, не знаю, ну-ка давай, тоже, блин, ну как же так, что ж такое, так, дверь измерений не хотим, пора возвращаться, и вот такого запаса хода на самом деле нам хватит, чтобы добежать, я решился идти, я думаю, у нас все получится, наденем шляпу, будем взрывать, должно быть все хорошо, я думаю так, думаю так будет нормально, ага, Джедит, ну привет, привет, как говорится, взрыв, конечно, хорошо, 3000 урона, между прочим, да, шляпы был бы еще сильнее, но у нас его бы просто не было, и заметьте, у нас есть классный артефакт, который всю сопротивляемость, убирает, да, на поле боя, то есть, никто не отразит, это классно, давайте жахать, что тут делать-то, что тут делать, все равно ослепление, кстати, нет, это плохо, но оно на них, наверное, и не подействовало бы, потому что это, эфриты, да, против огня устойчивые, делаем жах, 19, убьют, не убьют, убьют, не убьют, и, ай, еще и архангела мы потеряли, ну, это вообще, чертов этот огненный щит, блин, и у него еще ход, он сейчас что-нибудь еще жахнет, блин, я, конечно, не сопоставим, а 50 эфритов мы победили, там, с помощью взрыва, восстановил, и сбежал, архангел очень обидно, чисто на том, что он просто, вот как бы, ну, отмахнулся, и, кстати, да, мы добегаем, мы добегаем, ребят, ну, что, нападаем или нет, я не знаю, я прям, вот, я прям на измене, я прям, ну, честно, не понимаю, стоит ли лучше затаиться, затаиться или нет, давайте, что ли, не знаю, там, Василисков, там, кого еще у нас, Виеновая, разве книжки нет, эту, палатку соберем, в общем, со всего, корица Нира, давайте, так, давай, держи, Василисков, ну, мало ли, может, кого-то окаменят хотя бы, да, в принципе, почему бы нет, проходим прям сквозь Игнатуса, не знаю, оказать ли ему честь, убить его или нет, так, опыта нам нужно еще много, поэтому Игнатуса смысла убивать нет, наверное, проходим сквозь, как призрак, смотрим, строимся, ну, в принципе, да, герой наш штатен, красив, у него есть взрыв, все в порядке, Кира, характеристики послабже, чем у нас, армия, конечно, прям, ну, 180 земнорогов, что я с ним буду делать, ума не приложу, если честно, привет, говорит, хе-хе-хе-хе-хе, проверили, что записывается, все хорошо, ну, и, мне кажется, что логично будет сейчас врубиться в архангелов, чтобы право первого хода себе забрать, и архангел наши влетят, да, соответственно, поэтому давайте по единорогам жахнем, которые наиболее близко стоят, которые по нам будут лупить, угу, делаем удар, ну, могли бы, честно говоря, и убить, ну, ладно, ничего страшного, так, чем ответит Кира, ускорение, так, право первого хода за ней, это плохо, архангел, что он будет делать, не знаю, отмашку, наверное, будет снимать, что ему остается-то, ну, да, так и есть, проигрывает, бой воздушный, архангел падает, все, наступает, полная деморализация, дракончики бесполезные, чего они могут сделать, ух ты, 3000 урона, я со взрыва нанес 3000 урона, и он 3000 урона наносит с дракончиками, я их что-то серьезно недооценил, все-таки, это, видите, существа, там, невероятных, там, восьмых уровней, титаны тоже здорово стреляли, я думал, лучше будем держать оборону, но у нас все-таки защита, понимаете, 33, да, против его атаки 31, у нас на дважды больше, угу, угу, ну, тут делать, видимо, особо нечего, снимать отмашки бессмысленно, давайте маленько подлетим, и следующим ходом, соответственно, закроем титанюков, и драконов, они, наверное, вблизи магию не могут, вот, я, к сожалению, очень редко их беру, и поэтому слабо разбираюсь, что, конечно, плохо, так, ну, может, он сейчас с милостью ведь сжалится над нами, вот, что он будет, что будет он делать, этот пучеглазик, такой фиолетовый, интересный такой, привык, как у стрекозки, 14 штук, а, пух, так, он укладывает магию, защит магии земли на всех, в принципе, очень хороший ход, потому что, о, и не жалился, правда, только ангел убил, очень хороший ход, потому что взрыв, мне сейчас кидает смысла вообще-то, никакого нет, он наносит урона, пары пищей, вот, будем вызывать элементалей, давайте какой-нибудь воскресим, ради смеха, вот, наверное, надо было отлетать, но это, в принципе, не важно, с ускорением, он достанет нас докуда угодно, вот, наша задача сейчас, это просто выживать, эх, неприятно, угу, так, мы вас вообще хотели закрыть, вы, пожалуйста, не стреляйте, подождите нас немножко, ну, чуть-чуть, камон, черт побери, так, единороги, подождали, ага, давайте закроем, так, Василиски, из Васюков, угу, не знаю, что с вами делать, ну, давайте вперед, я, конечно, чувствую, что единороги его, просто уничтожат, моих элементалей, да, увы, так, эх, мошек элементалей уничтожат очень быстро, ну, посмотрим, так, чем нас удивит дракончик на этот раз, честно говоря, наших уже всех никого нет, а, у него еще, да, пол армии, печаль, как так получилось, не знаю, не, ну, видимо, я совсем недооценил, конечно, что 180 существ 6 уровня, единорогов, плюс еще 210, плюс 55 это ифритов, того 210, а у нас всего было 60 этих, еще контрудар сделал, ради хохоту, идем мы уже, вот, по гидрам, как вот 10 гидр, просто вот, и все, блин, потрясающе, титана двух, так вот, скромненько, а эти ребята, ну, видимо, не даром, не 20 тысяч стоят, или сколько там, воскрешение у нас не водится, взрыва смысла нет, что делать, я не знаю, жертву принести, тоже уже, как бы, особо, особо никак, элементалей только вызывать, или жахнуть, ну, трейх он убьет, и что, да, то есть, полторы тысячи на это, ну, как бы, как бы да, как-то вот, можно бы мне было бы так сходить, вот, несколько раз, подряд, сколдовать, такой бы навык был бы, если листки, не знаю, зачем лезут, гидри, в принципе, тоже, как бы, смысла, наверное, никакого нет, наша задача будет, это навызывать кучу-кучу-кучу элементалей, и откидываться, взрыв, видимо, я не знаю, в чем тактика-то наша, ах, кстати, у этого товарища, с тонкой шейкой, которую, казалось бы, так легко сломать, как куренку, о, ослепление на этих действовать, ничего себе, у него должна закончиться магия, когда-нибудь, очень на это надеюсь, так, молодцы, ага, удар держат, хорошо, так, вообще, молодцы, и давайте это тоже, не умереть, жаль, умерли, я точно, о, несчастный он, дракон-то, оказалось, вот почему он такой злой-то, был и сильный, не счастлива у него судьба, вот, переходил бы к нам, здесь, здесь, у нас все, как бы, все свои, все болотные, вывели бы ему большую фазенду, там, на каком-то торфянике, под кочкой, вот, что-то вот мутит, думает, как вот сходить так правильно, ну, видимо, он хочет сходить, естественно, с дракончика первого, вот, видимо, кончилась у него уже магия, делает жах, отлично, мой ход, так, да, что делать-то, собственно, не, ну, конечно, можно еще кого-нибудь вызвать, да, но, по-моему, для них это особо не проблема, жриф тоже смысла нет, давайте вызывать, да, будет нас много-много, вот, еще встанем так вот рядышком, чтобы они не могли ударить по нам всем сразу, вот такая вот мысль, удачливость, еще у него удача, он еще более удачливый стал, ну, ладно, хорошо, ну, вот она сработала, удвоение урона, и на самом деле, неприятно, нет, магия не кончится, я ему просто боялся их задеть, ага, еще разочек, а, это было с Уэйта, да, туплю, один и я, к сожалению, Десса покидает нас, да, лишается всех званий, наград и артефактов, ну, что ж, что ж, вот, наверное, и все, пишем поздравления нашему оппоненту, и, выходим, этот проглотит из будущего, уже с холодной головой, не ошеломленной чужой армией, и душа жаждет разбора, некоторые аналитики, чтобы понять, почему произошло так, как оно произошло, если мы говорим про финальную битву, наверное, неоднозначным решением было залететь архангелами в стан врага, махая огненным шампуром налево и направо, цель была уничтожить вражеские архангелов, чтобы первыми не ходили, и чтобы не сняли отмашку с фиверн, что они, кстати, и сделали для эфритов, было неприятно, кроме этого, можно было рассмотреть возможность закрыть титанов, и постоять рядом со сказочными драконами, но, честно говоря, не знаю, к чему бы это привело. Вторая возможная ошибка, это мы недооценили сказочных драконов, ну, посмотрите на них, неказистые, какие-то смешные, юродивые, гадкие утята практически, а между тем, один дракон стоит двух архангелов, что по очкам жизни, что по стоимости, что по уровню силы, которую герои сами определяют для существ, ай! 14 дракончиков, это как 28 архангелов, и первый взрыв, возможно, имело смысл кидать именно на них, убили бы 6 штук, но и тут есть небольшой нюанс, на них постоянно лежит магическое зеркало, в 20% вероятности того, что они не просто отразят мое заклинание, но и перекинут его на мое существо, и вот это было бы прямо ужасно. Поэтому, наверное, войну мы проиграли не из-за тактических ошибок, а из-за стратегических последняя битва была проиграна задолго до ее начала. Как делился потом триландер, благодаря неотразимости Киры, ее красной шапочке, дипломатии, ну и заклинанию ведения, противник просто летал над полями и лесами, и присоединял к себе самые сильные войска. И если мы говорим про начало второго месяца, мне что-то было очень сложно противопоставить такой тактике. Отсюда вывод, нужно было приходить раньше. Скорее всего, нужно было побеждать джинов, как только я их увидел, ну те, которые охраняли шапку Гэндальфа, получать полет, и незамедлительно бежать, собирать Пандоры, Архангелов, копить, 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 и выйти к Кире уже там в конце четвертой недели. И вот тогда у нас могли быть шансы. Но получилось как получилось. А игра получилась классной, живой, новой, интересной, мне очень понравилось. Но все-таки залежу-ка я немножко рано, и с вашего позволения следующую неделю пропущу. Немножко отдохну. Большое спасибо, что посмотрели. Огромная благодарность тем, кто поддерживает канал. И скоро увидимся.